Добрый вечер. В эфире телеканала Репортер 73. Программа «Разберемся». 2022 год объявлен президентом Российской Федерации годом культурного наследия народов России. Архитектурные памятники Ульяновской области, по мнению множества экспертов, представляют собой уникальную ценность. Об этом говорили на оригинальном форуме «Архитектурные наследия Ульяновской области. Сохранение, изучение, развитие». Об этом будем говорить и мы вместе с гостями студии. Сегодня с нами Елизавета Станиславовна Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева. Ирина Вячеславовна Крымова, академик Международной академии архитектуры, член научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации и доцент кафедры реконструкции в архитектуре. А также Ирина Геннадьевна Котова, директор Музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина. Ирина Геннадьевна, первый вопрос вам. Идея проведения форума. Как она возникла? На что вообще мы опираемся? Кто присутствует, кроме московских гостей? Идея форума целиком и полностью принадлежит Александру Михайловичу Капитонову, известному в нашем городе архитектору и общественному деятелю, который обратился к нам с предложением организовать вот эту площадку, на которой могли бы поговорить о проблеме сохранения памятников в нашем регионе люди очень разных профессий. Потому что совершенно понятно, что сегодня вопрос охраны памятников – это вопрос не только узких специалистов. Это вопрос, который занимает очень многие слои общества, это вопрос, который интересен чиновникам. И поговорить о современном состоянии, о том, что мы сегодня можем нового делать для того, чтобы продвинуться в этом вопросе сохранения наших памятников, он актуален, для нас интересен. Поэтому музей-заповедник Родины Ленина с удовольствием откликнулся на это предложение поучаствовать в организации этого форума. Кроме Москвы, кто еще из гостей? У нас гости из Самары, у нас гости из Саратова. Должны завтра подъехать гости из Казани. То есть достаточно широкое представительство. Ну, это по Волжье. По Волжье. Плюс федеральный центр. Да, плюс Москва. Давайте гостям из Москвы. Елизавета Саниславовна, давайте так начнем с того, что, как сказала сейчас Ирина Геннадьевна, что в этом вопросе не только профессионалы должны участвовать, но и широкий круг, в том числе и чиновники и так далее. Но опираться все равно нужно на мнение специалистов, на мой взгляд. Вот Ульяновск и его архитектура, центральная часть, ваше впечатление, что главное для нас, что мы должны сохранить? В первую очередь, будем так говорить, поскольку мы все понимаем, что здесь, конечно же, деньги, деньги, еще раз деньги, а денег много не бывает, нужно выбирать. На самом деле у вас два периода архитектурных, которые надо сохранять. Это рубеж веков, это модерн, это застройка второй половины 19 века, которая чудом пережила перестройку города 70-х годов. Ее надо сохранять в обязательном порядке. Ее надо превращать в музейно-туристический потенциальный объект посещаемости, посещения. И надо продвигать имена архитекторов, которые это создавали. Прямо продвигать, потому что эти имена, безусловно, достойны того, чтобы о них знала вся страна. А вторая часть, это модернизм, собственно говоря, то, ради чего курс носили в 70-е годы. Это Ленинский мемориал, это все, что появлялось вокруг Ленинского мемориала. Надо помнить всегда, что советские архитекторы работали, это ансамблевые решения, это не случайно рядом появившиеся друг с другом памятники. Это довольно редкий, на самом деле, пример ансамблевого решения модернизма, вернее так. Такого рода решений архитекторы советские предлагали довольно много, мало где реализовано было. Обычно по каким-то причинам первую часть сделали, вторую не сделали. Или сделали вторую, но не совсем сделали первую. А здесь очень целостное, вполне продуманное, замечательное решение, которое, безусловно, тоже достойно сохранения. Причем в случае с модернизмом, я имею в виду 70-е годы, если там про эпоху модерн, в общем, никому не надо ничего объяснять, почему это ценно, то в случае с модернизмом постоянно надо объяснять, почему это ценно, потому что вы должны понимать, что эта архитектура уходит окончательно, бесповоротно, и мы рискуем ее полностью потерять. То есть кроме Ленинского мемориала ничего не останется. Представьте себе, что город был, центр города был зачищен ради этой архитектуры, а теперь эта архитектура просто исчезнет. А теперь зачистят ее. Теперь зачистят ее, да. Это самый большой парадокс, на самом деле, советской архитектуры, мне кажется. Вот эти два периода надо сохранять. Еще один очень важный момент, на который я хочу обратить особое внимание. Городу, Ульяновску, нужен единый подход к организации визуального языка, визуального кода на улице города. Потому что то, что сейчас происходит, это называется визуально-какофония. Нужен регламент размещения наружной рекламы, нужен то, что сейчас модно называют дизайн-код, потому что сейчас Ульяновск производит впечатление глубоко провинциального места. А это не так. На самом деле Ульяновск уже не является глубокой провинцией. Провинциальность — это же не география, это здесь. Это в голове всегда. Если надо навести порядок с точки зрения, потому что ходить по городу тяжело. То есть ты когда на Волгу выходишь, у тебя просто класс отдыхает. О, отлично. Ровно ни одного красного пятна в глаза не бросается. У вас, к сожалению, абсолютный вахханали с рекламой, абсолютный вахханали с вывесками, и эту проблему надо решать. Давайте к этому вопросу еще вернемся, потому что у меня есть что вам ответить. Мы можем тут еще побеседовать. Сейчас переключаемся на Ремену Вячеславовну, и смотрите, вот такая ситуация. Когда к нам приезжают гости из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов, кто связан, например, с архитектурой, да и просто гости. Многие отмечают, что такой красивый Ульяновск, такой уникальный. Такие старинные здания. Ну, извините, если я приеду в Москву, в Центр, или в Питер, или в Великий Новгород, там такие же старинные красивые здания. Честно говоря, не совсем понятно, жители Ульяновска, а чем же мы так уникальны, и что всех так вокруг восхищает? Просто так к всему этому привыкли. Вот на ваш взгляд, чем мы отличаемся от старой Ладоги, от Розамаса? Я думаю, что я не буду оригинальной и скажу, что, конечно, вы отличаетесь ансамблем, построенным в 70-е годы. И как раз ансамбль времени и модернизма, он и сформировал вот такой своеобразный контраст между исторической застройкой и застройкой советского времени. И это, конечно, уникальная ситуация. И ни в одном другом городе такого сочетания, такого вот резкого определенного, чтобы все было так близко, и были маленькие уютные улицы, и тут же огромные площади, мне хотелось бы еще тут же перейти, что архитектура – это пространственный вид искусства. И не одни здания ее определяют, а даже не здания, а пространство, которое они создают. И в Ульяновске как раз потрясающее пространство времени и модернизма, которые раскрываются на невероятные просторы водохранилища. И тут и природа, и архитектура все вместе. И тут мы поворачиваем за угол и видим совершенно человеческий, уютный модерн, видим усадебные дома. Я была в музее Ленина. И, конечно, для меня история ленинской семьи, принимая внимание, возраст – это не откровение. Но мне был очень интересен сам дом, быт. Мы вышли в сад, мне показали, какой он большой, как он растирался, где была беседка. Это все что-то восстановлено, что-то сохранено. Это дает людям представление о том, каким был быт, как люди жили, что они делали. То есть вот это, мне кажется, очень важно. И спасибо, что есть такие знаковые фигуры, которые позволили где-то восстановить, где-то сохранить вот такие подлинные фрагменты ушедшей эпохи. Но все-таки то, о чем вы сейчас говорили, и про сад Ленинского дома и так далее, это все-таки больше музейная история. А мы говорим все-таки про архитектуру, например, исторической части города в целом. И там есть большие опасения того, что мы ее потихоньку утрачиваем. Марина Геннадь, я к вам перехожу. Это вопрос точечной застройки. Потому что кроме рекламы, которая бросается в глаза со всех сторон, есть еще точечная застройка, она на самом деле угрожает очень серьезно. И заповедник неоднократно отбивался от попыток проникнуть и что-то перестроить или что-то построить в псевдоисторическом стиле. Сегодня как этот процесс выглядит? И чем, например, форум вот этот может помочь в этом вопросе? Действительно, правда. Но я очень надеюсь, боюсь сказать, сплюнуть три раза надо, что вот этот страшнейший период, который мы переживали в 90-е, начало 2000-х годов, он уже позади. Но, во всяком случае, это касается территории музея-споведника Родины Ленина. Потому что совсем недавно мы получили статус достопримечательного места. Это чрезвычайно важное событие для нас, которое позволит нам теперь вести себя в судах и чувствовать себя в судах. А я уверена, что они не прекратятся. Они будут продолжаться достаточно уверенно. Дело в том, что вот сейчас у нас заканчивается, я надеюсь, остался только Верховный суд. Все остальные суды мы просудились и выиграли. Вопрос со строительством дома на Льва Толстого-165. Ну, широко известная в нашем городе история. И 6-7 лет заняли у нас суды. В итоге дом снесут. То есть первую часть дома. Я надеюсь, что Верховный суд нас поддержит. Последняя инстанция. То есть я хочу сказать, что мы для себя, и если речь идет о заповеднике, все-таки нашли способ, ну, прям такой серьезной борьбы с застройщиком, который не понимает, где он находится. Я повторяю, речь идет о мемориальном квартале нашем. И получается, что если нас не поддерживает закон об охране памятников, знаменитый наш 73-й ФЗ, то мы находим другие способы для того, чтобы судиться. Потому что мы не с 73-м законом выиграли это дело, а с совершенно другим, уличив в том, что условия аренды, допустим, неправильно сделаны. Дело в том, что законодательство, которое существует сегодня, и ситуация, которая складывается, она сложная. Очень много проблем, они разного рода. Но при желании, при упорстве собственника, вот о чем очень важно говорит Елизавета Станиславовна, а мы в данном случае управляем, этими домами они находятся в нашем оперативном управлении, даже если речь идет не о памятнике, а у нас очень сложная ситуация, закон защищает памятник и не защищает историческую строку очень часто, а нам важно сохранить ее, то у нас есть механизмы, которые позволяют нам защищаться. То есть я вот сейчас, если бы, допустим, пять лет назад позадали мне этот вопрос, я бы, может быть, не была в таком оптимизме. Но наш опыт в последних лет говорит о том, что терпение и труд все перед трудом. Тогда вернусь к Кириллу Вячеславовне, смотрите, какая ситуация у нас получается. Значит, законодательство российское не до конца совершенно в этом вопросе и по защите охраны от объектов культурного наследия архитектурных возникает необходимость задействовать не только 73-й федеральный закон, но и какие-то другие инструменты. И ситуации разнятся от региона к региону. На самом деле, эти ульяновские истории, наверное, не самые сложные. Можно там, если к опыту столицы, так там и деньги больше, и ситуации сложнее. Что сегодня мы можем, как общественность, архитектурное сообщество должно влиять на власть имущих, чем должны мы аргументировать необходимость принятия таких законов, которые будут капитально защищать со всех сторон? Ну, у 73-го закона много инструментов. И если у нас есть объекты культурного наследия, то, соответственно, разработаны, утверждены зоны охраны. Они предполагают установление режимов, регламентов, ограничивающих строительство или предполагающие строительство только в рамках регенерации историко-городостроительной среды, если это охранные зоны. Но есть еще такая проблема. У нас элементы исторической застройки, которые не являются памятниками, прописаны только в предмете охраны исторического поселения. Это называются исторически ценные градоформирующие объекты, облик, материал которых тоже должен быть сохранен. Если город не историческое поселение, то этим инструментом мы пользоваться не можем. Москва пошла на такое допущение в рамках проектирования зоны охраны она выявляет, определяет исторические ценные граждане формирующие. Но это не записано в федеральном законе. Поэтому, конечно, нам казалось, и вот мы как экспертное сообщество пытаются внести в законодательство положение о том, что окружение памятников должно быть более четко сформировано, как должна быть сохранена среда объектов культурного наследия. Елизавета Станиславовна, к вам перейдем. Давайте вернемся к теме как раз рекламы. А вы знаете, что у нас в городе было неоднократно, было несколько попыток ограничить вот это распространение рекламы, особенно центральной части. И то, что вы сегодня увидели, это еще очень хорошо. Потому что действительно были какие-то концепции разработаны, как-то это внедрялось. Но почему-то очень медленно. И второй момент, почему про краску-то я заговорил. У нас было даже предложение на уровне администрации города дать цветовые паспорта не зданиям, как это вот принято было, а районам. Условно говоря, Ленинский район зеленый, Завиашский синий. Вот ваша оценка таким предложением? И почему все-таки реклама, несмотря на то, что несколько раз и неоднократно пытались ее приструнить, не приструняется? Ну, тут на второй вопрос ответ понятен. Деньги. Значит, реклама кормит в этой индустрии. А что касается цветовых дифференциаций районов... Как штанов вы произвели. Ну, в 1814 году русский император Александр I попал в Париж. И он увидел город Наполеона. А Наполеон был одним из первых властителей Европы, кто ввел такой понятий, как цветовой паспорт. Он просто выпустил специальный циркуляр, по которому дома в Париже можно было красить в определенные цвета. И когда приехал Александр, и это все увидел, ему это так понравилось, что, вернувшись в Россию, он выпустил ровно такой же документ, по которому, например, дома с колоннами могли краситься либо в желтый, либо в светло-зеленый, либо в светло-голубой цвета. Это были партикулярные цвета разрешенные. И по всей стране, если мы говорим здание эпохи классицизма, мы представляем сейчас желтый дом с колоннами. Так что ничего страшного в самой по себе регламентации цветов нет. Почему это сделал Александр? Дело в том, что русские города, начиная с Москвы, за исключением города Санкт-Петербурга, это на самом деле с европейской точки зрения не города, а скорее такие деревни. А что я имею в виду? Городской дом, а что такое город? Город, прежде всего, это красная линия, которая всегда жестко соблюдается. В России соблюдение красной линии всегда носило, скорее, добровольный характер, чем обязательный. У нас, например, очень любят полисадники, поэтому дома регулярно от красной линии отъезжают, после появления цветника. В европейском городе это невозможно. Вторая вещь. Город — это всегда система улиц и площадей. То есть система площадей и улиц между ними. Город — это некий единый пролан, даже если он возникает хаотично, он в конечном итоге все равно приходит к некому единому планированию. Это прошел Рим, это прошел Лондон, это прошел Париж, это прошла Москва в конечном итоге. Санкт-Петербург изначально строился по единому плану, и там изначально еще Петром Алексеевичем были предусмотрены цвета. Леблон разработал проект для богатых, для не очень богатых, для бедных. Значит, как они должны краситься, сколько окон они могут иметь на фасаде. Это все было абсолютно регламентировано. Ничего страшного в этом нет. Никакой демократии. А почему никакой демократии? Искусство пространственное, говорит архитектура. Был такой русский архитектор Николай Санчеладовский. Он сказал, он просто это зафиксировал, он сказал, архитектура – это искусство, имеющее дело с пространством. Пространство города – это пространство для всех. Это город максимально демократичный в этом отношении системы, потому что любой человек, который выходит в этот город, неважно, кто он, миллионер, нищий, мэр, уборщица, хозяин ресторана, домовладелец, вообще не имеет значения, приезжий, праздноватающийся турист или командировочный, он попадает в пространство, которое в том числе и для него. И когда у нас интересы общества превалируют над интересами частного индивидуального предпринимателя или индивидуального человека, который решил, что его дом будет нежно-розового цвета, например, потому что он нравится цвет молоденьких поросят, он тем самым нарушает права общества по отношению к нормальной визуальной городской среде, комфортной городской среде. И ровно в этот момент права индивидуума должны уступить правам общества. Так работает демократия, собственно говоря. А вот сегодня взять 600-тысячный город, взять районы по административным границам, вы будете зеленые, вы синие. Я думаю, что это надо делать не по административным границам. Император все-таки не административный район. Просто надо принять цветовой код города и решить, что город Ульяновск не будет делиться, как московские электрички, знаете, по одной дороге красный, по другой дороге зеленый, по третьей дороге желтый. А город Ульяновск должен... Потому что тем самым вы на самом деле разбиваете город на маленькие города. Этого делать нельзя. Это должно быть единое цветовое решение для Ульяновска. Искать его можно очень просто. Значит, у нас есть несколько тем у Ульяновска. Это модерн, это Владимир Ильич, это еще какие-то основные темы, которыми сам себя город ассоциирует. И у каждой этой ассоциации есть какой-то цвет. Из этого надо выбирать цветовую гамму города. Я хотел бы сейчас узнать мнение Ирины Вячеславовны по поводу того, что ты говорила про цветовую дифференциацию районов, что мы знали, колористический паспорт. Вы согласны с темой колористического паспорта? И, конечно, с этим всегда можно выделить, что главное, что второстепенное. Когда у нас вдруг появляются какие-то современные здания, которые не привязаны к историческим красным линиям, которые стоят так, как хотят, которые строятся из какого-то очень яркого материала, пусть это даже кирпич, но он просто выбивается среди деревянных домов, которые... Деревянные дома, как бы их там не красили, там удачный цвет подобран, неудачный. Во-первых, их всегда можно перекрасить. Во-вторых, это всегда какой-то матовый цвет. Это все равно... Это выгорит достаточно быстро. А вот современные материалы, они плохо стареют, они остаются яркими, вызывающими. Конечно, вот эта вот иерархия застройки, она должна быть. Хорошо, земля кому-то принадлежит, дом построен, но он может быть не фиолетовым, а серым, и он может подстраиваться... Должен. Да, он должен, конечно, подстраиваться. Ну, то есть в идеале вообще требование выдвинуть застройщику. Вы должны построить дом такого цвета. Но если это зоны охраны, то там, конечно, в регламентах прописывается и цветовое решение. Но, конечно, это очень сложно, потому что цветовые зоны, они там... Это очень размытое понятие, когда это номера цветов. И это вообще сложно описать, потому что пастельные — это тоже неправильно. Наверное, всё-таки было бы правильно, если бы были выкраски, были бы подобраны материалы. И сейчас в России много фабрик, которые выпускают именно отечественные краски, и они подбираются под материалы, под историческую среду. Они позволяют сохранять региональные особенности каждого города. Ясно. Значит, надо здесь. Я прошу прощения, что перебил, Ирина Геннадьевна, время у нас не очень много остается. А вот хотел бы у вас ещё раз знать такой момент. Вы весной получили статус, ну вы в смысле заповедник, получили статус достопримечательного места федерального значения. Что это даёт в практической пластике? Ну, это замечательный статус, который позволяет нам с точки зрения закона того же 73-го более эффективно охранять наши памятники и территорию в целом. Потому что у нас три формы. Памятник, ансамбль и достопримечательное место. Достопримечательное место — это то, что подходит нам. То есть это территория. Наша страшная проблема, что у нас как зубья памятник, не памятник, памятник, не памятник. И вот в этой территории, где не памятник, у нас практически сплошные суды. То есть человек, который владеет этим домом, не хочет понимать, и не может иногда понимать, и не хочет понимать, почему он не может вообще этот дом снести и построить на два этажа выше. По кочану. Ну, никак он не хочет. Или а почему он с садинком-то не может? А пластиковое окно-то, да вы что, издеваетесь? А дверь историческая, зачем она мне нужна? Она не греет. То есть, на самом деле, вот эти проблемы, которые и создают среду, то, зачем мы, собственно, приезжаем, и зачем люди приезжают, приходят на улицу, бывшую московскую, улицу Ленина, да, для того, чтобы вот эту атмосферу вдохнуть, в эту историю шагнуть, вот это на самом деле предмет огромного труда и коммуникации с людьми, которые владеют тем или иным домом. Вот статус достопримечательного места дает нам возможность, я еще раз повторюсь, иметь более серьезные правовые, с точки зрения закона, моменты, которые позволят нам эффективней наши памятники охранять. И буквально еще одно слово. Мы когда-то, когда заповедник создавался, в 80-е годы, здесь у нас располагался потрясающий институт, филиал, спецпроект реставрации. Это были замечательные специалисты, которые понимали, что такое дерево, которые понимали, что такое памятник, которые ценили подлинность, которые пытались сохранить там каждую досочку и каждый венец деревянной постройки. Вот сейчас, мне кажется, одна из мощнейших проблем, не только мне так кажется, связанных с реставрацией и сохранением деревянных домов, в частности, связана с острейшей нехваткой специалистов, с острейшей. И если раньше у нас не было проблем, мы могли перейти улицу и получить замечательный проект реставрации, могли получить потрясающую консультацию, могли грамотно сразу понять, какое техническое задание нам нужно составить, то сейчас, на самом деле, это огромная проблема. И я думаю, что без решения этой проблемы, без создания достаточно большого количества уже специалистов в этой области, нам будет трудно сохранять памятники в большом объеме, в большом количестве. Мы же каждый год теряем очень большое количество памятников. Если говорить о стране, цифрами этим не будем упугаться. И в регионе, да, и в стране, и во всем мире, и везде это происходит. Это не только наши проблемы. Я прошу прощения, я вас понял, очень грустно, на самом деле, Елизавета Станиславовна, а есть возможность ситуацию изменить? Потому что хочется хоть чуть-чуть оптимизма. Она меняется. Я вообще-то оптимист. Честно говоря, я помню ситуацию в 20-летней давности. Вообще сейчас все замечательно по сравнению с того, что было 20 лет назад. 20 лет назад мы только вышли из 90-х годов, которые разрушили все. То есть это будет урагант распада страны, прошелся по России, и его последствия разрушительны. До сих пор они будут оказывать влияние, я думаю, на нас всех еще лет 50. Мы за 10 лет уничтожили все. Сами причем сделали это абсолютно добровольно. Сейчас мы понимаем, это называется из серии «Боже, что мы натворили». Вот это «Боже, что мы натворили» «Том Сойерфест» — это по поводу оптимизма. Молодые люди, которые в свой выходной день едут в какие-то деревни, в какие-то города, собираются, красят заборы, разгребают завалы, пытаются привести город в какое-то более-менее удоваримое состояние. Аналогичная история — это волонтерское движение в Калининграде, где руины, кирх, тоже волонтерское движение, пытаются каким-то образом привести в порядок, уже не восстанавливая, а сохранить как руину красивую, то есть зафиксировать эту руину. Появление частных музеев, когда люди, бизнесмены, берут памятники в аренду на достаточно долгий срок, музеифицируют их, приводят их в порядок и превращают в объекты показа. Это Кронштадт, это тот же Калининград, это Нижний Новгород, это довольно много примеров таких по стране, в том числе и в Москве, и в основном, конечно, это за пределами Москвы, это в основном Дальний Восток, Сибирь, таких примеров, но они есть, их довольно много. Третий очень важный вопрос, момент состоит в том, что люди, так называемые, я ненавижу это словосочетание, но в данном случае я не могу сейчас подобрать лучшее слово, как называемые простые люди, а проще говоря, обыватели. Люди, которые, как традиционно считается, ничего не понимают, им ничего не надо, им вот нужно пластиковое окно, новая железная дверь, на самом деле нет. Пластиковое окно, новая железная дверь, они же почему появляются? Потому что выбора нет. Потому что они дешевле, как минимум. Даже если у тебя нет выбора, соответственно, если ты хочешь сохранить деревянное окно, тебе надо кого-то заморачивать, а тут ты позвонил, тебе мальчик приехал, все замерил, через два дня привез окно, все, зашибись, ты заплатил там какую-то сумму, а тебе не надо ничего. А если у нас появляется какая-то индустрия сохраняется, а она появляется, в Касимове есть плотницкая мастерская, которая устанавливает окна. Значит, в Коломне есть завод, который колирует исторические оттенки. То есть она постепенно начинает развиваться в стране. И это очень хорошая история, это очень хорошая новость. Томсуэрфест выходит на федеральный уровень, это уже не региональное движение, которое разразилось в Самаре, а они есть в Нижнем, в Калуге. У нас. В Ульяновске. Это уже региональный уровень. И вот такого рода. Более того, есть еще один очень важный момент, о котором я отдельно хочу сказать. Появляются бесконечные ассоциации частных музеев, таких музеев, таких волонтеров. То есть люди сами начинают убираться в стране. Да, вот этот раздрайв, которым мы жили последние 30 лет, достал всех. Давайте здесь точку поставим. И главное, чтобы мы начали консолидироваться на почве того, что нужно сохранить то, что у нас осталось. Осталось много, несмотря на то, что многое теряем. И для этого как раз существуют и вот такие форумы, гостями которого стали гости моей сегодняшней студии. Я благодарю за то, что нашли время и пришли к нам. Вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова